Всем привет, мои дорогие! Сегодня 22 декабря 2019 года. Я предлагаю вам очередной ежедневный расклад карта дня. Давайте посмотрим, какие энергии несет этот день в нашу жизнь. Использовать будем мы сегодня колоду Таро Последствий и Таро Ангелохранителей. Таро Последствий нам покажут саму карту дня, а Ангелохранители нам покажут, какие советы дают нам высшие силы. Итак, будет 4 варианта у нас сегодня. 1, 2, 3, 4. Выбирайте либо по цифре, либо по цвету сердечка, либо по картам, которые я сейчас буду выкладывать. Это видео будет актуально для вас в любой день, когда вы его найдете. Включите свою интуицию. Очень важно выбрать именно свой вариант правильный. И будем смотреть. Итак, какую энергию несет этот день в нашу жизнь. 1, 2, 3 и 4. Выбирайте свою карту, а я пока буду выкладывать советы от Ангелов-Хранителей. Таро Ангелов-Хранителей. Вариант 1, 2, 3 и 4. Если вам нужно время для того, чтобы определиться, поставьте видео на паузу, а мы будем начинать. Итак, первый вариант. Башня. Очень интересно. И страшный суд. Дорогие мои, сегодня у вас действительно очень важный день. Причем это будет день каких-то кармических важных изменений в вашей жизни. Нечто уже по судьбе, по обстоятельствам себя изжило. И это должно разрушиться для того, чтобы дать начало чему-то новому. Аркан башни, он так, это причем два старших аркана, которые говорят о том, что день важный в вашей жизни. Что-то может либо внезапно измениться, либо это уже действительно назрело, и наконец-то это случится. Что-то разрушится, и что-то построится, начнется начало чего-то нового, да, новому начнется начало. Причем это идет по судьбе. Это то, что уже давно должно было произойти, и наконец-то оно произойдет. Также, знаете, по этим картам запросто может отыграться, что сегодня у вас, может быть, вы будете покупать новое жилье. Что-то будет связано с какой-то недвижимостью, потому что часто проигрываются эти карты именно вот в этой энергетике. Но основное то, что чему-то уже должен прийти логический конец, завершение, для того, чтобы дать дорогу чему-то новому. И это произошло по судьбе, по карме, это произошло по справедливости. Вот такая энергия идет у нас по первому варианту. Потом посмотрите, как это проиграется, что случится в течение вашего дня. Возможно, вы даже уже знаете, о чем идет речь. Потому что Таро всегда с нами говорят иносказательные, мы не всегда понимаем, о чем идет речь, а потом нам становится через время понятно, что же это было. Вот такая энергетика у нас идет от первого расклада. Второй расклад, смотрите, что творится. Опять страшный суд и маг. Ну посмотрите, что делается-то. Одни старшие арканы у нас идут. Также очень важный день, очень важный день, который будет наполнен важными для вас событиями. Вы знаете, либо произойдет какое-то одно важное событие, но оно реально для вас важно. И что интересно, здесь такая энергетика идет, что вы, в принципе, вы сегодня настолько на коне, вы настолько вообще можете справиться с любой ситуацией. Вы сегодня маг, вы алхимик. Вы человек, который может любую ситуацию подчинить себе, подчинить тому, так сказать, течению, которое вам выгодно. Вы можете любую ситуацию выставить в таком свете, можете так повернуть эту ситуацию, что она получится именно так, вот она завершится или случится так, как вам это нужно. Потому что алхимик или маг – это очень сильный человек, который знает и манипулятивные практики, умеет тактики, вернее. Он умеет общаться с людьми, он умеет на них оказывать воздействие определенно. Это очень обаятельный человек. То есть сегодня вот эти ваши качества помогут вам решить определенный вопрос, определенную проблему какую-то. Также, кстати, этот аркан может быть, как и в первом варианте, может быть связан с какими-то семейными делами, семейными проблемами, родовыми какими-то, именно связанными с родом. Но в любом случае это очень важный день, и сегодня произойдет нечто очень важное, и вы должны знать, что небеса ангелы вам помогают в этом, и все обязательно закончится благополучно для вас. Посмотрите, что это будет. Так, теперь третий вариант. Третий вариант. Колесо фортуны. Ну, обалдеть, какие у нас сегодня шикарные выпадают арканы и король чаш. Ну, что можно сказать? Также судьбоносный день. Третий вариант и опять судьбоносный день. Причем выпадает кармическая карта, так же, как и в первых двух вариантах. Прям кармические арканы выпадают. Колесо фортуны. Который говорит о том, что да, сегодня у вас день перемен. День каких-то таких, вот знаете, событий, которые вы, возможно, даже не будете ожидать. Но это кармические события. Это события, которые уже должны произойти. Были когда-то. Либо это, наоборот, неожиданные события. Но они судьбоносны. Они должны произойти в вашей жизни. Причем у нас тут комментарием выпадает. Король чаш. Это может быть связано с эмоциональной сферой. Может быть, с вашей какой-то профессиональной сферой. Но она обязательно связана с эмоциями. Это может быть связано с какой-то мужской энергетикой. Также это может быть связано напрямую с каким-то королем, с каким-то мужчиной. Вот здесь, знаете, так и хочется сказать. Вы встретите, у вас сегодня день. Либо у вас появится какой-то мужчина из прошлого, с которым вы были связаны эмоциональной какой-то связью. Король чаш – это всегда эмоции, всегда что-то такое прекрасное, что невозможно забыть. Либо наоборот у вас появится какой-то новый мужчина, вот такой по характеристикам. Я не могу сказать, что это прям ваш будущий муж, потому что король чаш – это больше человек, с которым возникает роман, а дальше он уже, конечно, может стать и партнёром вашим по жизни. Либо, если это не любовные отношения, то, в принципе, у вас может быть связана энергетика с каким-то мужчиной сегодня, который обладает вот теми самыми характеристиками. Эмоциональный, такой, знаете, поэтичный, любит творчество, любит, я не знаю, любые виды вообще творчества, искусства, музыку, может там коллекционировать что-то. Ну, такой очень человек утончённый, интеллигентный, умный. И чаще всего проигрываются такие мужчины. Либо это мужчина очень эмоционально наполненный, который может вам дарить эмоциональное удовольствие. Причём не обязательно даже в любовной сфере. А в принципе, какой-то такой мужчина каким-то образом сегодня повлияет на течение вашей жизни. Этот аркан говорит, что очень многое зависит от судьбы, но также и от ваших правильных действий. Как сегодня будут складываться события в вашей жизни, зависит и от того, и от того. Вот, 50 на 50, колесо фортуны. Так, четвёртый вариант. И у нас выпадает император и семёрка мечей. Очень интересно, очень интересно. Ну, во-первых, какая идёт энергия от аркана императора? Это опять-таки старший аркан. Обратите внимание, сегодня у нас уникальный какой-то расклад, судьбоносный день. Выпадают все старшие арканы, как энергия дня. Император аркан говорит о том, что, во-первых, сегодня вы будете чувствовать себя очень уверенно. Сегодня вы будете придерживаться каких-то традиционных взглядов. Сегодня у вас могут отыгрываться какие-то такие, знаете, события, связанные с чем-то. Может быть, даже какие-то юридические вопросы, какие-то там серьёзные сделки, дела какие-то, которые вам прям нужно завершить сегодня или сделать, в принципе, их совершить. Вы будете проявлять сегодня настойчивость, вы будете проявлять силу характера, вы будете сегодня такие цельные, даже авторитарные, можно сказать, проявлять мужскую энергию, даже если вы сегодня не должны её в каких-то ситуациях проявлять. Она будет из вас прям лезть. Вот, это первое, мужская сильная энергия у дня. Во-вторых, конечно, ваш день может быть связан с каким-то мужчиной, который занимает высокий пост, который, возможно, старше вас. Возможно, нет, но он такой уже серьёзный, крепко стоящий на ногах. Возможно, это какой-то чиновник, может быть, это вообще даже врач, может быть, это какой-то юрист, может быть, военный, может быть, ну, любой человек при какой-то должности у вас может проиграться день, связанный именно с этим мужчиной. Либо у вас будут возникать какие-то события и ситуации, необходимые к разрешению, важные какие-то, важные вот такого плана. Но у вас, смотрите, комментарием падает семёрка мечей. Она говорит о том, что сегодня вам, возможно, придётся проявить хитрость, увертливость, какую-то, может быть, манипулятивность, а также, возможно, кто-то захочет вас обвести вокруг пальца, поэтому будьте осторожны. Но вы всё равно будете осторожны, всё завершится хорошо. Я не думаю, что здесь есть какая-то опасность, потому что основная карта у нас Император. А Императора обвести вокруг пальца не так просто. Это очень-очень серьёзный товарищ у нас. Поэтому вот такая идёт у вас какая-то интересная очень энергия. Это дня сильный Аркан Император. Всё вам удаётся, всё получается. Вы сегодня сильны духом и физически, ну, в любых аспектах. Но в то же время вам, возможно, придётся проявить манипулятивность, хитрость. Либо имейте в виду, что в любой момент кто-то может против вас пустить такие же методы. Поэтому будьте осторожны. Очень сильный расклад сегодня получился. Все старшие Арканы, меня прям даже поразил этот расклад, правда. Очень важный день сегодня у нас. Спасибо всем огромное за внимание. Если моё видео вас развлекло, помогло или было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем отличного дня, только самых позитивных событий. Не забывайте, что как вы относитесь к жизни и к событиям, так и они у вас складываются. Вы строите свою жизнь сами. Всех люблю, целую. Пока-пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok